Привет, дорогие друзья! Мы снова записываем из Тюмени. У нас хорошие новости. Мы едем, едем, едем в далекие края и говорим сегодня о благой вести, о том, как благ Господь. И мы записываем с дорог, прямо проезжая. Мы едем по самой длинной улице города Тюмени, улица Республики. Сколько она километров? 17,5. Представляете? Одна улица только. А на ней живет много-много народу. Но мы не живем ни на ней, ни на другой улице. Привет, Эрика. Привет, большой из Тюмени. Вот мы едем и говорим сегодня об Иисусе. Мы говорим о том, которого очень-очень-очень любим, о нашем Господе. И в качестве размышления хочу поделиться с вами небольшим отрывочком, который я смотрел на днях. Отрывочек видео небольшое об обращении брата Дэна Мохлера. И он говорил, его сообщение называлось «Удивительная благая весть». Удивительная благая весть. Одна из фраз, о которой он говорил, о том, что мы через крест получили откровение о нашей основной ценности, которую мы всегда имели для Бога. И Бог за нас заплатил в огромную-огромную цену. И с одной стороны, как говорит апостол Павел, что мы по делам нашим, по греховным нашим, по греховным нашему прошлому, мы, конечно же, были зачатами гнева. Были все негодны, неправедны. И грех совершил свою грязную работу через падение Адама. Мы все родились в Адаме, мы родились в грехе. Но одно из, можно сказать, серьезных последствий падения – это то, что мы перестали верить в свою истинную ценность. И мы основываем свою ценность в основном на основании своего человеческого опыта, на основании того, как к нам люди относятся. Вот хорошо к нам люди относятся. Мы чувствуем себя ценными, важными, любимыми. Если люди нас не принимают, не любят, оскорбляют, унижают, соответственно, мы будем чувствовать себя нелюбимыми, мы будем чувствовать себя ненужными и отверженными, на самом деле. И будем, на самом деле, в своей жизни очень много делать вещи только для того, чтобы доказать другим, что мы чего-то стоим. И в человеческих отношениях, в принципе, это допустимо и нормально, когда, может быть, мужчина ухаживает за девушкой, и он хочет доказать ей свою любовь. Конечно, какие слова он ей говорит? Он не говорит ей, ты дурочка, или ты, там, у тебя лишний вес, или там что-то такое. Он, видя ее качество, он любит ее, он говорит о ее красоте, он восхищается ею. И поэтому он пытается доказать ей ее ценность, что она очень-очень ценная, делая подарки ей и так далее. И в принципе, действительно, грех совершил свою грязную работу у нас, тем, что он заставил нас думать о себе неправильно, о том, что мы никчемные, что мы грешники, что мы такие плохие, Бог нас не любит, мы недостойные, и по делам нашим, да, на самом деле мы совершили много чего, что делает нас, препятствует нам приходить к Богу. И это такое огромное бремя, с которым мы когда-то ходили, жили. Может быть, некоторые из нас еще до сих пор так живут и думают. Мы думаем, что нам нужно доказать Богу свою верность, нам нужно доказать Ему свою любовь, чтобы Он принял нас, чтобы мы действительно заслуживаем Его благоволения. И это совершенно не соответствует Библии, потому что что для нас сделала кровь Иисуса Христа, что для нас сделала Его жертва, она убрала, самое важное, она убрала между однами и отцом, она убрала всякий барьер. И мы теперь, как дети, можем приходить, так сказано в Евреям 4.16, приходить с дерзновением. С дерзновением. Кто может приходить с дерзновением? Тот, кто знает, что он любим, тот, кто знает, что он ценен. Как мои дети маленькие, они с утра встают, они видят, что я, может быть, с утра рано встаю, сижу, читаю, молюсь. И вот они одним глазком так смотрят на меня, думают, так, можно или нельзя. Как только видят мои глаза, Павлуша тут же бежит ко мне, он бежит с дерзновением. Я ему говорю даже, иди скорее, иди сюда. И я хочу его обнять, я хочу, чтобы он чувствовал себя любимым, чтобы он чувствовал себя принятым. Потому что он действительно обладает для меня огромнейшей, огромнейшей ценностью. И нам не нужно доказывать Отцу, что мы ценные. Сын Божий уже доказал Отцу, что мы ценные. Вы ценные сегодня. Александр Игнатьевич, вы ценные. Вы очень, очень ценные. Почему? Потому что Отец Небесный сделал удивительную работу. Смотрите, три поколения гайландцев сидит. Самый старший, самый младший и самый средний. Из рода викингов. И мы хотим сказать вам сегодня, что у нас есть удивительная связь с нашим Небесным Отцом через его Сына. И мы с вами очень, очень ценные. И это приходит в нашу жизнь не просто через знания, а через откровения. Через нашу, возможно, часто через нашу боль, через нашу нужду. Поэтому апостол Павел молился о том, чтобы мы с вами имели откровения, чтобы сердца нашего были просвещены. И мы увидели вот это наследие, которое нам дано в Иисусе Христе. Чтобы мы убедились, что вот этот залог Святого Духа дан нам не зря. Он дан нам как доказательство того, что вы принадлежите. На вас стоит печать. Вы принадлежите сегодня Богу. Это самое удивительное новое, да? И вы и я можем приходить с дерзновением, можем быть смелыми, потому что грех забран. Теперь мы все новое. Аллилуйя. Вот какая хорошая новость сегодня. Вы ценные. Мы очень ценные. И будем, давайте, не просто знать об этом, а верить в то, что мы с вами ценные и любимые. Мы всегда, каждый день, с утра до вечера. Это угождает Отцу нашему, когда мы верим Ему. Не когда мы сидим и сомневаемся, когда мы смотрим на себя, когда мы жалеем себя. Нет. Ему угождает, когда мы верим, что Его Сын сделал все, что нужно для того, чтобы у нас была близость. И у вас сегодня, Аллилуйя, есть близость с Небесным Отцом, которая является подарком. Поэтому, как сказано, а приемлющие дар праведности, его благодати будут царствовать. Приемлющие благодать и дар праведности будут царствовать. Бог хочет, чтобы вы царствовали в Его Сыне. Чтобы вы царствовали над обстоятельствами. Чтобы вы царствовали над грехом. Чтобы вы царствовали над сатаной. Этот товарищ нам не товарищ. Он не должен нам указывать. Он не должен контролировать нас, этот лжец. Пусть вас Дух Святой наполняет И знайте, что вы очень-очень ценны Всем большой привет Брат Александр, Саша Всем, кто Андрей Мы благодарим Бога за вас, что вы есть И мы вас очень любим Но самое главное знайте, что Бог вас очень любит Всем пока Пока